Мы обосрались? Это Жека и Еврей опять на бутылочку присели? В Екатеринбурге два наших земляка, два пранкера, два Евгения, называющие себя в интерсети Жека и Еврей и борющиеся с разного рода мошенничествами и аферизмами, наконец-то после освоения перманентного макияжа взялись за старое, то есть за отлов барыг с Авито. И что важно, выловили двух пермских аферисток, ну, по их словам, пермских, которые перебрались в наш родной бург и стали мошенничать на ниве паленных айрподсов, то есть беспроводных яблочных наушников, которые еще недавно стоили 10-12 тысяч рублей, а сейчас подскочили до 22 тысяч. Началась эта история с того, что к пранкерам обратился за помощью некто Кирилл, молодой парень, который увидел на Авито аппетитненькое объявление. Новые фирменные, читай, оригами, то есть оригинальные айрподсы за 7 тысяч рублей. И он, конечно, за эту соломинку ухватился. И встретился с продавцом, ну, точнее, с продавщицей Олей вечером в темноте на улице. Ну и, конечно, попал. Место специально выбрала на улице, потому что было холодно. Опоздала минут на 15, вот я ее ждал, приходит, вот сразу же я ей денежки даю. Смотрю, бегло так, как бы, вроде ничего, в темноте все это смотрел, особо не видно было. По весу плюс-минус похоже на оригинал было что-то, да. Как бы дальше ничего не стал копать, просто сразу сверяю вот здесь вот на этой крышечке, ну, серийный номер. Ты ей отдал 7 тысяч налички. Да, да. Так, ты пришел домой, и ты как понял, что это? Как только Кирилл понял, что купил не оригами, а китайскую паль, так сразу объявление об этих аирподсах с авито исчезло. И телефончик торговки Оли перестал отвечать. И вот тут Кирилл вспомнил, что есть в Екатеринбурге парни, которые по жизни борются с барыгами и аферюгами. Совместно с пранкерами Кирилл сумел таки дозвониться по тому номеру Оли и договорился о новой встрече. Дескать, наушники очень сильно понравились, хочу еще. Стрелку забили в пассаже, в самом-самом торговом центре Екатеринбурга. На роль покупательницы, эдакой подсадной утки, выбрали подружку Кирилла. Она с продавщицей встретилась, наушники из коробки вытащила, осмотрела, и в этот момент к дамам подошли два кавалера. Кирилл, ну и естественно еврей, который, как всегда в паре пранкеров, работал в поле. И о чудо, Кирилл продавщицу не опознал. Не Оля. Настоящие наушники продаете? А? Да. Точно? А этого парня узнаете? Нет. Не узнаете? А ты ее узнаешь? Ну вот я один проверила. Ты узнаешь молодого человека? А? Это подруги, походу, это другая девочка. Ну вы не продавали, да, молодому человеку? Нет, я впервые вижу. Ничего себе, девочка оказалась не та, что обманула Кирилла. Это че, это мы обосрались? Это Жека и евреи опять на бутылочку присели? Впрочем, недоразумение быстро рассосалось. Торговка айрподсами назвалась Викой и созналась, что у нее есть подружка Оля, которая тоже приторговывает ушами. Эй, да как ей было не сознаться, если Кирилл позвонил по тому самому номеру Оли и в штанах Вики зазвенела. Да, звони, позвони. Вот, вот, вот. Звони, да? Да. Воскресенье, вот, пожалуйста. Имя, как зовут девушку? Оксана была в объявлении, ну на июле. Ну, короче, наушники не оригинальные, номер телефона совпадает. Короче, тут везде полиция, это как мошенничество. Камеры, записи, все есть, так же там. Вас как зовут? Виктория. Как вы можете это объяснить? Почему телефон-то ваш, вот этот, совпадает? Сейчас звонят? Да, по одному и тому же объявлению продавала еще моя подружка. Вика оставила свои еще не проданные наушники покупательницы, а сама пошла звонить Оле. Ну, а Кирилл сравнил эту коробочку айрподсов со своей и ойкнул. То это что-то из цикла «Найди 10 отличий». Пока они ждали, оказалось, что серийные номера на коробке, что была продана Кириллу, и на коробке, которую принесли сейчас, они совпадают. И даже на чеке серийный номер был тот же самый. Это как так? Две одинаковые коробки, один чек, ну, понятно, что обман. Через полчаса в пассаже нарисовалась аферюга Оля. Ну, смотрите, она хоть и обманщица, и банчит палевом, но спасать свою подружку подъехала. Приехала настоящая быдланка. Я ее буду звать быдлина четкая. Я-то тут, блин, пермская девчонка такая, руки в брюки. Кирилл Оле, конечно же, сходу предъявил. Дескать, айрподсы он купил не оригами, не настоящие «Верни деньги». Но ясно, что Оля этим занимается не для того, чтобы возвращать деньги. Потому аферистки просто пошли, оставив и вторую коробку паленых айрподсов Кириллу. Куда вы идете? Оставь себе куда. Куда, куда, куда. И куда пошли девочки? И после этого началась самая энергичная часть этого пранкерского видосика, которую можно условно назвать «Хождение по мукам». Ибо это точно была не погоня. Вика и Оля вышли из пассажа в банковский переулок, дошли до 8 марта, потом свернули на Малышева. А евреи Кирилл шли сзади. Походу вызывали полицию, дескать, подъезжайте срочно, мы преследуем барыг с авито. И вот так вот они и шли. Девчата не убегали, пацаны не догоняли. На Малышева аферистки сделали петлю через троллейбус. Но евреи и Кирилл на этот нехитрый трюк не попались. Успели выскочить. В итоге, во дворах на Вайнера, барыги рассредоточились и парни тормознули интересующую их Олю. Дальше был долгий разговор ее с Кириллом на все 7 тысяч рублей, что он ей отдал за паль. Оля сообщила, что аэроподсы ей на Новый год подарил пермский бойфренд, с которым она уже разошлась. О том, что это паль, она не знала. Ну, в общем, отвалите. Вполне себе хорошая версия. Тем более, паленую китайскую копию она продала не за 22 тысячи, а всего за 7. К тому же, в качестве трофея Кириллу досталась и вторая упаковка ненастоящих аэроподсов. Короче, расстались парни с Олей почти по-доброму. Или мы наивные, или мы лохи. Или наша девушка очень умная. А не, я тупая так. А вы сейчас сами-то местные девчонки? Нет. Вы не местные? Вы из Никого? Мы приехали не так давно. Откуда? С Перми. С Перми приехали? Я был в Перми год назад. Мне это не нравится. Снимаете? С учимчем. На кого? Ну, какая профессия? Может, что-то с деньгами связано с медициной? Нет, парикмахер. Нормально. Ты еще знаешь, по совету, мастер перманентного макияжа. Брови, губы. Это прибыльно, Оль? Я знаю, это очень сейчас нужно. Вот это. Знаешь, косметологи, это все фигня. Вот это ты вот. Я хочу наращивать. И вот, зная тебя, ты такая, знаешь, ну, видно, что девка, ну, толковая, говорит, по тебе видно. Да не толковая, я тупая. Мне так кажется, слушай, со стороны. Может, я тебе еще, Оль, я тебе мало знаю. Ты со мной, да, еще просто не общался, я на самом деле тупая. До полиции по итогу так и не удалось достучаться. С патрулями не повезло, так что мы просто фото отправили через пресс-службу МВД на проверку, мало ли что. Может, эта парочка еще где-то чем-то криминальным занимается. В общем, они обещали проверить. Ну, чем закончится-то? На какой ноте? Да, я не знаю. Просто девушку отпустили, денег ничто я не получил. Зато есть вторая коробка аирподсов, уже не так обидно. В принципе, что-нибудь с ними сделаю. Может быть, продам, может быть, оставлю. Ну, продавать я, наверное, полжизни их буду, поэтому... Ну, ты пиши прямо, копия. Тот спросит, ну, и в чем же тут заключается борьба пранкеров с мошенничеством? Ну, вычислили они барыгу Савита, и что? Все равно ее никак не наказали. Но, во-первых, ее фото передали полиции. Это реальный, вполне себе, официальный ход. Во-вторых, эта фотография может действительно сработать. Потому что сразу после того, как этот видосик вышел на ютубе, на пранкеров вышел некий зритель и сообщил интересненькое. Мы на этом настаивать, конечно, не можем, но по его версии, эта отпущенная аферюга-наушница вовсе не Оля, а Ксения. Зритель ее опознал по голосу и телосложению. Дескать, это известная мошенница, и на ней висят уже две уголовки. По версии этого всезнающего зрителя, эта Ксения якобы представлялась сотрудником прокуратуры, типа, чтобы договориться, ну, в смысле, порешать с ментами, но по факту она тупо кидает. По версии зрителя, живет эта Ксения в Питере, и он знает ее точный адрес и может им поделиться в личке. Вот такое сообщение пришло пранкерам. Если это правда, то паленые аэроподсы за 7 тысяч, это ерунда, побочка в разноплановой жизнедеятельности Оли Ксении. А Жека и Еврей, которому мы выписали наше удостоверение, и он теперь работает в поле, как наш внештатник, предлагают зрителям обращаться к ним за помощью. Парни за бесплатно разруливают разные мошеннические ситуации, о чем мы рассказываем уж 5 лет, и реально помогают людям. Просто не все об их помощи знают. Вот этот сотовый телефон на плашке они предоставили для связи. Запомните или запишите. Ну, в общем, пользуйтесь услугами Жеки и Еврея. И правильно сделал, что обратился к нам и пошел разбираться. Не стерпел, не забил, а сделал. Кирилл, респект тебе. А Бодлина четкая и ее мелкая подруга явно не ожидали, что им не займутся. У них, блин, целое приключение случилось, которое они точно надолго запомнят. А вы посмотрели этот видос. И теперь вы не попадетесь на уловки таких же мошенников. И мне за вас не будет стыдно.